Сегодня мы посмотрим комическую сценку, которую разыграли артисты популярной в 60-х годах группы в Израиле Гоша Шахивер, Гари, Шайке и Поли. Некоторые шутки построены на игре слов в тонкостях языка, я постараюсь все объяснить. Советую обратить внимание на подчеркнутые слова в титрах, возможно они будут интересными для вас. В мезгерет тухнетейну это значит в рамках программы, мезгерет эта рамка. Акэ это мумхэ, акэ это словно это удар, мумхэ это специалист. В новольном переводе я бы это перевел как задач профессионал, задач эксперта. Хотели напомнить, может кто-то забыл, у нас сегодня в студии. Аммумхэ биладили, ненэ лошон айврит. Аммумхэ биладили, мумхэ это специалист, биладили это эксклюзивный. Обратите внимание, что мы используем артикль хэй. Ха мумхэ, ха биладили, мы имеем ввиду конкретного эксперта. Линьян эй лошон айврит, иньян это вопрос, интерес. Кстати, интересоваться на иврите будет лейтанин. Лошон айврит это язык иврит, то есть специалист по вопросам языка иврит. Мар Абраам, господин Абраам, хатав патах. Я так понимаю, это его фамилия? Ну, я думаю, вы знаете, что в иврите используются значки нэ кудот для обозначения гласных. И вот один такой значок как раз называется хатав патах. Мы участвуем и участвуем для新聞, если кто-то находится на лине. Немца а-ла-кав находится на линии. Ну, я думаю, алло-алло в переводе не нуждается. В конце он говорит «зэ радио» – это радио. Кен, выводай, выводай, «зэ радио». Да, разумеется, выводай – это разумеется. Зэ радио – это радио. А им – это вопрос. А та немца а-ла-кав – ты находишься на линии. Немца – это находишься. Муце – это находишь, а немца – это находишься. Кав – это линия. Это также телефонная линия, также просто линия, допустим, в геометрии тоже кав. Но они немца а-ла-мирпесет бабайт. Нет, я нахожусь на балконе дома. Мирпесет – это балкон. Ма шимха Адони. Шем – это имя, шимха – это твое имя. Адони – это уважительное обращение к человеку. Ани вакеш ли шаэр, я попрошу остаться. Ваилум шем. Илум шем – это инкогнито. Вообще, ла-лим – это спрятать, а илум – это спрятанное. То есть со спрятанным, скрытым именем. Тов, эхко рим лиха. Тов, эхко рим лиха. Хорошо. Как тебя зовут? Эхко рим лиха. Как тебя зовут? Если вы помните, вначале он спросил, Ма шимха, какое твое имя? И он сказал, что он хочет остаться инкогнито. А сейчас он задал вопрос по-другому. Эхко рим лиха. Как тебя зовут? Моше. Моше – это его имя. То есть вы видите, радиослушатель подался на эту ловушку и назвал свое имя. Кен Моше, ма шейла. Кен Моше, ма шейла. Да, Моше, какой у вас будет вопрос? У меня есть вопрос на иврите. То есть шаль – это спроси, бни – это сын мой, и будет тебе ответ. Это вообще фраза из Танаха. Если вы скажете так в разговорной речи, вас просто не поймут. Но здесь отвечает специалист по языку иврит, и ему допустимо так обращаться. Они ломи наан, они мя ждут. Они ломи наан, они мя ждут. Они ломи наан, я не из наан, они мя ждут, я сожждут. Дело в том, что радиослушатель слово наан, и будет тебе ответ, воспринял как название кибуца. Есть такой кибуц, который называется наан. Кен Моше, ма шейла. Кен Моше, ма шейла. Да, какой вот вопрос? Эхо, ма шейла. Эх, умрим, бе иврит цеха. Эх, умрим, как говорят, бе иврит на иврите. Цеха это чистый. Но наш радиослушатель вместо цеха говорит цаха. Допускает ошибку в произношении. Это слово из высокого иврита, и обычно в разговорной речи его не используют, поэтому он, возможно, не знает точно, как его правильно произносить. Кстати, в разговорной речи чаще используют слово наки. И, конечно же, знаток иврита исправил его. Иврит цеха. Им цеголь. Цеголь это никуда, это значок подсадик, который звучит как э, цеха, а не цаха. Как зовут на иврите? И здесь он опять допустил ошибку, потому что зовут — это для одушевленных предметов. То есть человека зовут, а предметы называют. Эх, механим. Ло эх, корим, эх, механим. Эх, механим. Ло эх, корим, эх, механим. Соответственно, знаток иврита сразу же исправил его, что на неодушевленные предметы надо говорить эх, механим, а не эх, корим. В разговорной речи вы можете, конечно, говорить эх, корим, но если вы хотите звучать более литературно, на высоком иврите, можете сказать эх, механим. Товарищ, явно в замешательстве. Рак, рэга, тире. Одна секунда, посмотри. Ани рак, цельцальты, бешвиль. Я только позвонил для... И тут он опять допускает ошибку, потому что бешвиль — это разговорное. А в высоком иврите используются другие слова. Кедей. Кедей олеман, або ло бешвиль. Кедей олеман, або ло бешвиль. Естественно, знаток иврита его исправил. В высоком иврите можно сказать кедей или можно сказать леман. Это то же самое, что бешвиль. Для, для чего-то. Но всему свое место, если вы позвоните другу и скажете Иткашар, тире, ман, ле, дабе, ритха. Позвонил с целью поговорить с тобой. Это будет выглядеть нелепо. В разговорной речи можно говорить бешвиль и все, все нормально. Алло! Зе радио! Позвонивший товарищ уже в полном ауте. Алло, зе радио? Алло, это радио? Вадай, вадай. Вадай, вадай. Разумеется, разумеется. Я Алла, ло, 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 ль, ль, дабе, ль, дабе. Я Алла, я Алла, это ругательство, это заимствование с арабского. Алла, это Аллах, то есть мусульманский бог. Я Алла, это как, о, святой Божий. Ло нут ним ла бен адам ледабер. Ло нут ним не дают ла бен адам человеку ледабер говорить. То есть не дают человеку сказать слово. Левен ха адам. Ло ла бен адам шуху яцир на шони булгари. И опять знаток еврейта его исправляет. Левен адам, вело, ла бен адам. Если вы знаете некудот, то обратите внимание. Первый раз под ламит стоит шва, левен адам. А второй раз потах, ла бен адам. Правильно говорить левен адам. Шиу яцур лшони булгари. Левен адам. То есть он говорит что? Говорить ла бен адам это произношение вульгарное. Левен ха адам. Бейт рафуй ахарай утийот бахлам. Бейт рафуй ахарай утийот бахлам. Утийот бахлам это буквы бет, ламид и мем, которые стоят перед словом. Это называется утийот яхас. То есть допустим слово бен адам это человек. А ле бен адам ламид вначале это к человеку. И вот есть такое правило, что если после этих утийот бахлам, в нашем случае ламид, стоит буква бет, то она говорится мягко. То есть не ле бен адам, а ле вен адам. Кстати, если мы уже заговорили про утийот бахлам, то вот такой интересный момент. Просьба на иврите это бакаша. А вот когда мы хотим сказать пожалуйста, мы говорим бэ вакаша. Что это такое? Это слово бакаша. И к нему добавляется буква бет, утийот бахлам, бэ бакаша. То есть с просьбой. Но так как бет в слове бакаша стоит после утийот бахлам, то мы не говорим бэ бакаша. А мы говорим бэ вакаша. Алло, за радио? Алло, это радио? Вода и вода. А второй, а мы бахлам ле от каванти. А не бахлам ле от каванти. И ткаванти это имел ввиду. То есть я не имел ввиду бахлам. И здесь я могу предположить, что бахлам, он понял как бэ хелем. Хелем это глупость. Но он имел ввиду бэ иврит. То есть я всего лишь хотел спросить, как называют на иврите. Ле а чубчик шелакумкум. Чубчик это вообще в иврите все, что не знают как назвать, говорят чубчик. Это как штука, вещь, что-то такого типа. А шелакумкум, кумкум это чайник. То есть как называют эту штуку в чайнике? Ле а чубчик шелакумкум. Когда знаток иврита его не понял и переспросил, он опять повторяет. Ле чубчик шелакумкум. Ну вот эта штука в чайнике. Но здесь я понимаю, имеется в виду носик, носик чайника. Это тэй, тэ это чай. И опять радиослушатель допустил ошибку и неправильно произнес слово кумкум. На что знаток иврита сразу его исправил. Это ударение. Когда ударение ставится на последний слог, то это называется на иврите милра. То есть правильно говорить не кумкум, а кумкум. Здесь тоже мне пришлось полезть в интернет и выяснить, что слово тум-тум с ударением на последнем слоге упоминалось еще в Танахе и оно обозначает интерсекс. А слово тум-тум с ударением на первом слоге на сленге означает тупой. Ну естественно наш радиослушатель знает только второе значение. Поэтому он говорит ми тум-тум, кто тупой? Радиослушатель думает, что него не понимают и пытается объяснить еще раз. ЧУБЧИК ШЕЛЯ КУМКУМ ЧУБЧИКО ШЕЛЯ КУМКУМ ЧУБЧИКО ШЕЛЯ КУМКУМ То есть ЧУБЧИКО То есть это штука ЧУБЧИК ШЕЛЯ КУМКУМ Это от чайника. НИКРА БЕИВРИТ ЦЕХА ЗАР БУВИТ Называется на чистом иврите ЗАР БУВИТ То есть можете запомнить это слово. Носик чайника это ЗАР БУВИТ ЗАР БУВИТ ЗАЙН БЕ ПАТАХ ЗАР БУВИТ ЗАЙН БЕ ПАТАХ То есть он по буквам говорит, как это пишется. Первая буква ЗАЙН, после НИКУТ ПАТАХ Тут ради слушать немножко опешил, потому что ЗАЙН это еще и член на иврите. РЕЙШ БЕШВА НАХ После этого идет буква РЕЙШ И НИКУТ ШВА НАХ БЕД ГУША АХРЕЙ БЕГЕТ КЕФЕТ БЕД ГУША АХРЕЙ БЕГЕТ КЕФЕТ БЕД выделенное АХРЕЙ БЕГЕТ КЕФЕТ БЕГЕТ КЕФЕТ это буквы БЕД ГИМЕЛ ДАЛЕТ КАФ ПЕЙТАФ И вот в слове ЗАРБУВИТ Буква БЕД Кстати, одна из этих букв БЕГЕТ КЕФЕТ Она произносится Выделена, потому что она идет После ШВА НАХ Есть такое правило в иврите. АЛО! КЕФ? ЛЯ ШУПИШЧИК ЧИЛЯ КУКУС ЗАРБУВИТ УБЕГАТАЯ ЗАРБУВИТИ ЗАРБУВИТХА ЗАРБУВИТО ЗАРБУВИТА ЗАРБУВИТ ВЕБАТАЯ ЗАРБУВИТТИ ЗАРБУВИТХА ЗАРБУВИТО ВЕХЕН АЛЛА ЗАРБУВИТ То есть он говорит перевод ВЕБАТАЯ Если просклонять ЗАРБУВИТТИ МОЙ НОСИК ЧАЙНИКА ЗАРБУВИТХА ТВОЙ НОСИК ЧАЙНИКА И ЗАРБУВИТО И ВОНОСИК ЧАЙНИКА Вехен Алла, что значит «и так далее». Наш радиослушатель в сердцах ругается «яхарбета». И тогда знаток еврея его поправляет. «Яхарев пейтха». То есть «твой дом будет разрушен». Давайте повторим выученные слова. Если видео вам понравилось, можете поставить лайк. Мне будет очень приятно. А также призываю вас подписаться на мой канал.